Приветствую вас! Давайте поговорим о желаниях. У каждого человека бывает так, что возникают какие-то непреодолимые желания, которые он очень хочет, чтобы они исполнились. Человек думает о своем желании, создавая несбыточный потенциал, но он очень хочет исполнения своего желания, поэтому он часто об этом думает и представляет, как это будет, когда желание исполнится. Но проходит время, но желание никак не исполняется. Человек думает, ну что же, почему? Почему так происходит? Почему мое желание никак не исполняется? Ведь вроде бы я не хочу ничего такого сверхъестественного, и никому от того, что исполнится это желание, хуже не будет. И мне тоже не будет хуже. От исполнения этого желания будет только лучше. Ведь я так этого хочу, это мне так нужно. Но желание не исполняется. И человек начинает постепенно об этом забывать, он ослабевает. Проходит какое-то количество времени, и человек вовсе забывает о своем желании, полностью стирая его из памяти. Проходит еще немного времени, как вдруг желание исполняется. Исполняется в мельчайших подробностях, как того хотел человек. А может быть так, что, ну, исполнится даже лучше, чем вы себе это представляли. Вот и желание исполняется. Но что происходит внутри вас? Часто такое происходит, что человек не чувствует ничего. Он не чувствует ни удовлетворения, ни радости, до исполнения своего такого давнего заветного желания. Он не чувствует ничего. Сплошная пустота. А почему так происходит? Ведь вы так этого хотели, часто об этом думали, и вам казалось, что это будет просто прекрасно, если оно исполнится. Нет. Нет. Вы не чувствуете этого. Вы не чувствуете какую-то пустоту. И более того, почему так происходит, как вы думаете? Очень многие желания наши. С ними происходит именно то, что я сейчас описала. Наши желания подобны желаниям детям. Детей, которые хотят конфетку срочно, им нужна конфетка. Они этого хотят. Это все минутное желание, которое не требует никаких отлагательств. Хочу и все. Мне это нужно. Но, как правило, такие желания, они поверхностны. Мы не задумываемся над тем, какие последствия могут вовлечь эти желания. Для чего нам это нужно в действительности. Мы об этом не думаем. Мы думаем о том, как хорошо будет, если желание исполнится. Мы думаем только об этом. А если бы это желание исполнилось, тогда... А сейчас вы знаете, что оно уже вам не нужно. быть, может, это давно повлекло бы какие-то непредвиденные ситуации. И, по крайней мере, отняло бы у вас время, которое вы могли бы потратить с большей пользой. Но теперь вы понимаете, что желание было абсолютно пусто. Как и большинство наших желаний. Не задумайтесь над тем, что несут за собой ваши желания. Действительно ли они нужны? Действительно ли вам это необходимо, то, что вы так хотите? Задумайтесь над этим. Давайте будем думать лучше и осознаннее о своих желаниях, которые долгое время не исполняются. Любви святого. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова